Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу вам о своих самых лучших и худших продуктах июня. Давайте приступим! Традиционно я начну с макияжа, и в этот раз у меня есть чем с вами поделиться. Ну и давайте начнем, наверное, с хорошего. Мой первый фаворит этого месяца это Тинни от NYX в оттенке Butter Scotch Caramel. Во-первых, мне нравится оттенок, я делала очень часто макияж с этим оттенком вдоль нижней линии ресниц. Он достаточно пигментированный. Как мне кажется, тени NYX легко найти, ну, по крайней мере, в Санкт-Петербурге много, где есть коронеры NYX, либо отдельно стоящие, либо также можно заказать на сайте. Ну и также мне определенно понравилась цена в виде 260 рублей. Я думаю, что за хорошие тени это отличная цена, так что рекомендую. Мой следующий фаворит связан с макияжем, а именно служит для его удаления с кожи. И это масло-бальзам, гидрофильное ванильное желе от Chocolaté. В своем видео-обзоре о продуктах марки The Body Shop я говорила, что я нашла новое средство для снятия макияжа, и вот это именно оно. Найти его можно где-то за 220 рублей, вот такую вот баночку 60 грамм. Я думаю, ее хватит очень надолго. Я уже месяц использую это масло и не сказала бы, чтобы очень много его потратила. У него достаточно такая интересная текстура, действительно, как желе. Оно определенно сложнее распределяется по лицу, чем просто масло тоже от Body Shop. Просто потому что текстура другая, но не такое скользкое. Но при этом, если его чуть-чуть разогреть, он можно, в принципе, хорошо его распределить. Массаж я с ним не делаю, опять-таки, из-за того, что он недостаточно скользит, немножко может тянуть кожу. Но он хорошо справляется с функцией снятия макияжа. Плюс мне нравится то, что я могу его использовать не только на лице, но и также на глазах. И он совершенно мне не раздражает глаза, не оставляет в пленочку. Да, могут быть проблемы со снятием туши, с водостойкими я вообще не пробовала, но нужно уделить этому внимание, чтобы точно все смыть. У средств вот такой приятный аромат, ванильный действительно. Я бы не сказала, что мне прям он очень нравится, но он терпимый. И, как мне показалось, достаточно натуральный состав. Есть там пару таких ингредиентов, которые мне не очень нравятся, я где-нибудь здесь размещу. Но в целом хороший состав. Наношу я его точно так же, как масло от Body Shop. То есть наношу на лицо, распределяю и затем смываю водой. При соприкосновении с водой он превращается в такое, как молочко. Не стягивает кожу, не сушит кожу. В общем, отлично. Если вы ищете что-то подобное, я очень рекомендую вам попробовать эту штучку. Ну и теперь худший макияжный продукт вообще за последнее время, который я пробовала. И это тушь от Essence Lash Princess. Я делала на нее видео первое впечатление. Где-нибудь ссылку оставлю. И в том видео, ну мне, ну не то чтобы очень понравилось, но такая нормальную оценку я дала. Но когда я попробовала после этого использовать эту тушь, она мне показалась просто ужасной. Настолько она склеивает ресницы, не оставляет их подкрученными, не дает никакой длины. И в общем, ужасная тушь, никому не рекомендую ее. В этой категории мне очень-очень нравится вот такой вот мыло-твердый шампунь от компании Spivac. Называется Дегтярный шампунь. Вот эта вот темная сторона, это Дёбец. Я его использую, это уже мой второй, вторая упаковка, второй, второй мыло. И мне оно безумно нравится. Найти его в магазинах можно за 100-110 рублей, как-то так. То есть очень-очень бюджетно, хватает его на месяц точно. И меня запах не напрягает, хотя он определенно пахнет дегтярным мылом. То есть целая его половина. Конечно, если вам неприятен прям вот чрезвычайно этот запах, то вам-то мыло не понравится. Но я как-то к нему привыкла, и оно меня вполне устраивает. Волосы могут чуть-чуть пахнуть после этого тоже дегтярным мылом. Но опять-таки это меня не напрягает, то есть не настолько сильно оставляет запах. Он хорошо промывает мои волосы. Мне кажется, он даже помогает им не так быстро жирниться. Возможно, это мне кажется, но действительно у меня такое впечатление. Отлично пенится, хорошо смывается. Я даже иногда могу его использовать без того, чтобы споласкивать водой с яблочным уксусом, что вообще отлично. И у этого шампуня мыло супер натуральный состав. Также где-нибудь прикреплю картинку. Если говорить о фаворитах, не связанных с макияжем, мой главный фаворит этого месяца, да, определенно то, что я закончила второе высшее образование. Очень-очень безумно этому рада, что я с этим расправилась. У меня теперь больше времени. Но в целом это был очень такой интересный опыт. И если вам хочется, напишите в комментариях. Я могу сделать отдельное видео про свое второе высшее образование, юридическое образование и вообще каково это учиться заочно. Давайте перейдем к книгам. Я достаточно много читала в последнее время. Но больше всего у меня захотела фэнтези и трилогии Робин Хобб. Робин Хобб это женщина, автор, которая пишет книги фэнтези. Я прочитала три трилогии, как мне кажется. Просто запоем читала. Настолько ты погружаешься в этот мир. Настолько эти герои становятся тебе близки. Все я читала на букмейте, поэтому ни одной книжки у меня нет. Читала по-русски, но мне кажется, было бы интересно также и на языке оригинала, на английском прочитать эти книги. Очень мне понравилось. Прям очень-очень-очень. Это не такая фэнтези, как Игра престолов. Там нет так много насилия и секса. Но при этом очень такой интересный мир и хорошо написаны книги. Все, что я могу сказать. Поэтому если вам хочется погрузиться во что-то, уйти в какой-то мир, то я безумно советую. И последний мой фаворит этого месяца. Давно-давно хотела поделиться с вами этим креатором на ютубе, создателем, каналом, блогом. Я не знаю, как сказать. Называется Pop Culture Detective. К сожалению, нужно знать английский, чтобы смотреть его видео. Но очень рекомендую. Мне кажется, субтитры, наверное, можно там включить и просто попробовать даже так, возможно, попрактиковаться в английском. Суперинтересные видео выпускают он где-то только раз в месяц, потому что они безумно качественные. Это не просто видео, как я что-то рассказываю. Это видео эссе. Если вы сталкивались с такими видео на ютубе, с подобными, то вы, наверное, знаете, что это такое. Если нет, то это как бы где-то 20-минутное, 25-минутное видео, в котором автор раскрывает какую-то тему очень широко, подробно, с подкреплением каких-то материалов, глубокий анализ дает. И вот Pop Culture Detective, он анализирует в основном современные фильмы, но не фильм за фильмом, а берет много фильмов и находит в них какую-то общую тему, которую он впоследствии раскрывает в своем видео. Ну и вот последнее видео было на тему Abduction as Romance, то есть похищение как романтические отношения. И он говорит о том, насколько Голливуд использует вот этот вот прием, когда мужчина, вопреки воле женщины, похищает ее, но затем потом она в него влюбляется, и он сразу меняется из человека, который применял насилие. Мы обычно expect to assume that these abduction romances will end happily ever after. But in the real world, love affairs like this would likely lead to abusive relationships. Становится добрым, любящим и вообще прекрасным принцем на белом коне. И вот как раз Pop Culture Detective раскрывает, насколько это неправильно, насколько создает ложную картину мира у нас, насколько дает неправильное представление о том, что такое домашнее насилие, о том, что такое вообще насилие по отношению к человеку, от близких ему людей. Говорит о том, что никто не может на раз, два, три взять и поменяться. Поэтому очень безумно рекомендую. Так иногда раскрывает глаза на те фильмы, которые, возможно, вы любите, и это будет не очень приятным моментом, но приятным моментом будет то, что ваши глаза раскроются на какую-то тему, и вы подумаете, как я вообще не могла, как я вообще об этом не подумала раньше. Но у меня на сегодня все. Расскажите, какие любимые вещи были у вас в июне? Может быть, что-то, что вы открыли для себя, или что-то новое узнали, или просто что-то очень часто использовали, и мне все будет очень интересно узнать. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, не забудьте подписаться. И до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok